У меня насчет Сопрыкина, господа, давно уже назрела такая забавная мысль, что он для меня это подарок судьбы, то есть настоящий просто, как бы так вот описать это, ну в общем подарок, действительно, потому что столько выгоды, пользы, столько говна, столько контента для переработки, что можно обосраться. Я для него это кармический пиздец, кармический, необратимый, буресносящий, просто мега пиздец, который, хоть он и рассказывает, что жопа у него не горит, но на самом деле, конечно, неистово выносит ему полную хуйню, так сказать. Поясняю почему, потому что в момент, когда, то есть у меня были срачи с Маклаудом на канале, Макляки вообще там полтора подписчика на канале, но были топ-донатеры, которые донатили, типа, разъеби Макляку, это угарно ты делаешь, смешно, клёво его хуяришь. Макляка делал кучу контента, а потом он такой, эй, блядь, всё, я больше нахуй ничего вообще не буду там про Моисея делать, всё, ебать там. То есть, ну как бы всё пошло по пизде, пожухло, мне надоело, он в какую-то уже совсем хуйню и полную поебень некайфовую ушёл. То есть, просто пожухло всякая хуйня, и в тот же момент, буквально в ту же секунду появляется хайлайт, первый самый раз, когда Сопрыкин сгорел с меня очком. Я снимаю видос, набираю какие-то 2-3 там тысячи просмотров, ну для своего маленького канала. Ещё раз, 2-3 тысячи, это кажется мало, но 2-3 тысячи моей целевой аудитории, именно вот тех, для кого я и делаю контент. То есть, 2-3 тысячи потенциальных донатеров там каких-то, да, которые потенциальные зрители моего стрима, которые, естественно, часть из них в итоге и стала донатерами и зрителями стрима. Плюс вот вся эта история с Сопрыкиным, то есть, она всё равно там, ну, есть какой-то, там, ну, пусть даже тысяча всего человек в мире, но они этим интересуются, из них есть тоже донатеры и так далее. То есть, для меня это просто подарок судьбы настоящий, потому что его легко ебать, он очень популярный. Ну, в плане количества подписок на Ютьюбе. То есть, ну, по сравнению с Маклякой, блин, в Макляке 200, блин, человек или там сколько, а тут, знай тебе, 138, и всё равно как-то там какие-то из них на меня выходят и находят. То есть, просто вообще даже не напрягаясь, смотришь весело, бесконечно делает контент постоянно. То есть, он вот раз в там несколько дней хуярит 5-6 видосов, и если смотреть нечего, всегда можно обратиться. То есть, просто настоящий подарок судьбы. Вот человек сам обсирается. То есть, мне надо просто, можно сказать, зафиксировать факт, уточнить детали и всё, просто выпускать в тираж. Красота. Для него я, это, конечно, кармический пиздец, который он полностью заслужил. То есть, будучи сам говнарём, когда он, блядь, снимал свою рубрику «Уши на жопе», то есть, за все эти его позорные двойные стандарты, за все его, блядь, какие-то непродуманные фразы, за все его какие-то, блядь, дебильные вот эти выражения лица, за всю его хуйню, он получает, блядь, просто зеркальный ответ, с которым он никак, естественно, не может нормально сражаться и бороться, и поэтому он вынужден прибегать к каким-то совершенно жалким, каким-то слезливым, вонючим попыткам оправдаться, которые, естественно, не годятся ни для одного адекватного человека. То есть, типа, «Ой, блядь, мне вас жаль, мне жаль этого Фреда, жаль Моисея, Сокола, ой, я вас отпускаю, но сейчас папочка вас...» То есть, просто сидит, блядь, реально клоуна Боссонный, блядь, насрал себе в штаны, уже причём по десятому кругу, и такой, блядь, «Я нахуй, я, блядь, что-то строит из себя...» Ну, для меня это просто идеально, прям комедия. Для него это, конечно же, блядь, кармический ответ за всю его, блядь, нелепую хуйню, то есть, когда он пиздел в то, в чём не разбирается, когда он залупался, блядь, нёс хуйню про, там, не знаю, гитары и про дешёвые, и про колхозный тюнинг, и за то, что он там на какого-то панка что-то гнал, и, блядь, за то, что он пиздел, выдавал себя не за того, кем является, за всю хуйню. Соответственно, просто вот такая забавная мысль. Смотрите видос «5 минут, всё, что надо знать о Сопрыкине», смотрите 35-минутный видос «История конфликта с Сопрыкиным». Ни единожды, блядь, ни единого раза не было ничего, никакого у него, с его стороны, к сожалению, аргумента, который я бы не выебал, не выпотрошил, не уничтожил, блядь, в мой адрес. Так что, пожалуйста, если есть какие-то, блядь, вопросы, просто пробивайте, там, «Моисей смотрит» и там то название видео Сопрыкина, на которое вы хотите убойный, блядь, разъёбывающий ответ. Смотрите, наслаждайтесь, смотрите дизы мои, блядь, и так далее, и просто угорайте и вставайте, так сказать, на сторону победителя. «Хып!»